Опыт Чуваши в сфере здравоохранения заинтересовал представителей федеральных ведомств. Развитие медицины обсуждали на полях российского инвестиционного форума. С подробностями из Сочи мой коллега Дмитрий Ковалев. Медиа-центр Олимпийского парка, где и работают все дискуссионные площадки, это примерно 40 футбольных стадионов. И поэтому гостям сочинского форума и нам, журналистам, невольно приходится заниматься спортивной ходьбой, да еще с максимальной нагрузкой. К слову, об активном образе жизни и здравоохранения говорили на одной из панальных сессий, в которой принял участие и председатель правительства. Стратегическую цель определил национальный проект. К 2024 году продолжительность жизни россиян достигнет 78 лет. Это вполне реализуемая задача, отмечает Дмитрий Медведев. Мы когда начали заниматься первым национальным проектом, у нас практически ничего не было с точки зрения наиболее опасных заболеваний. Вообще высокотехнологичная медицинская помощь, количество операций на тот период, измерялось цифрой до 100 тысяч. Сейчас, если я не ошибаюсь, мы таких операций делаем около миллиона. Уже даже больше миллиона. То есть вот рост десятикратный. В Чувашии продолжительность жизни уже достигла 72 лет. И это результат планомерной работы. В приоритете развития медицинской помощи в шаговой доступности. В республике продолжается программа строительства ФАПов. С прошлого года по муниципалитетам начали колесить и мобильные комплексы, которые оснащены современной техникой. Глава региона отметил, что большой эффект приносит и паспорт активного долголетия. В этом документе прописаны рекомендации специалистов для пожилых людей. Количество долгожителей у нас, которые за 100 лет перешагнули, составляет 100 человек. Касаясь мужского здоровья, на самом деле проблема в чем? Если взять оригинальные особенности, у нас мужчины живут меньше. Наша задача через популяризацию разных мер продлить долголетие наших мужчин. В трудосуспособном возрасте практически 2,5 тысячи мужчин уходят. Это работники, которые должны развивать реальный сектор экономики. Огромные средства выделяем. По этому году с учетом фонда обязательного министерства охлаждения практически 20 миллиардов рублей. Это огромные средства. На первый план сейчас выходит и профилактика. Вице-премьер Ольга Голодец считает, что власти регионов должны стимулировать жителей заниматься спортом. Тема долголетия, она заняла свое особое место. У нас стоит задача, чтобы вовлечь в занятия спортом 55% населения. Эта экспертная оценка считается, что такой показатель позволит изменить показатели здоровья нации. Большая часть людей старшего возраста ответственно начинает относиться к своему здоровью и начинает активно заниматься, я не скажу, что это спорт, но это физкультура. Расходы на модернизацию здравоохранения в ближайшие годы не сократятся. Многомиллиардные суммы выделяют только на борьбу с сердечно-сосудистыми болезнями. Но от медиков зависит далеко не все. О своем здоровье должны заботиться и сами россияне. Минздраве страны прогнозируют, что приверженцев активного образа жизни в регионах станет больше. Мы говорили о том, что не менее 60% вносят вклад в здоровье, образ жизни. И именно поэтому самый большой вклад может внести сам человек. И наша задача каждого человека сделать активным участником процесса сохранения здоровья. Причем при таком огромном вкладе в финансовом выражении это всего 12% всех трат. Нужно обязательно высвобождать подобную полезную социальную активность. Тем более, что весь мир построен именно так. Но очевидно, что следить за собственным здоровьем – это действительно наша личная обязанность. У главы республики довольно плотная рабочая программа. Михаил Игнатьев провел переговоры со своими коллегами-губернаторами, членами правительства страны, а также с представителями крупных корпораций. Одна из важнейших тем, которую обсуждают на форуме – развитие электросетевого комплекса. Руководителям субъектов презентовали планы модернизации. Целью является кардинальное увеличение производительности труда, переход, трансформация цифрового комплекса, рывок, совершить, что свойственно цифровой трансформации, важно. Первое, конечно же, это достоверные сквозные данные о потреблении и режимах работы сети. С середины 2020 года на гарантирующих поставщиков и сетевые компании возлагается обязанность установки интеллектуальных систем учета. Мы сейчас готовим нормативные документы, которые позволят интеллектуальной системе учета пятого поколения. Это уже не просто учет электроэнергии, это система, интеллектуальный портал. Электросети перейдут на интеллектуальные платформы. Это вовсе не фантастика, а детально просчитанная стратегия цифровизации. Модернизация должна отразиться на безопасности энергообъектов. В правительстве страны обсуждают новые подходы к тарифной политике. Мы говорили о необходимости внедрения в электросетевом комплексе долгосрочных тарифов. Долгосрочные тарифы – это та, скажем так, цель, мотивация, которая дает возможность планировать деятельность электросетевого комплекса. Мы обсуждаем на сегодняшний день долгосрочные тарифы на 10 лет на уровне инфляции минус 0,1%. Обсудить тему развития энергетики глава Чувашии предложил и на форуме «Релафэкспо», который пройдет в Чебоксарах в апреле. С официальным визитом в республику намерен приехать и руководитель федерального ведомства Александр Новак. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика и Сочи.